На данной подстанции, с учетом перевода нагрузок, запас мощности еще будет на дальнейшее развитие, порядка процентов, наверное, 40-50. То есть на ближайшие 10 лет город Сочи с лихвой обеспеченностью? Однозначно. Видите, насколько важна для горожан, для жителей края Олимпиады, благодаря ей, вообще-то мы создаем такие электронические мощности. До этого городские сети были 0,4-0,6 кВт. Мы полностью переводим весь город Сочи на 10 кВт. Но аналоговая Россия, это Москва и Питер. Других городов нет. У нас не на Кубани, это в перспективе, собираемся сделать по всем городам крупным, но Сочи это первый пилотный проект перевода на Республику. Давайте здесь потренируйтесь, а потом поедем на Кубань. Этот объект построен по олимпийской программе и позволит разгрузить старейшую подстанцию Пасечная, которая постоянно выходила из строя, и тысячи жителей Сочи оставались без света на долгое время. Теперь проблема будет решена. К Олимпиаде в городе возвели сразу несколько новых подстанций, которые закроют дефицит энергомощностей. Но мало сдать объекты в эксплуатацию. Губернатор на совещании потребовал от Кубани-Энерго завершить сжатые сроки благоустройства территории, где проводились работы. Особое внимание к зоне международного гостеприимства. Александр Ильич, есть безусловно сомнения, что вы можете успеть. Но вы прекрасно понимаете, у нас другого выхода нет. И в том числе и у вашей организации. Ее авторитет, ее будущее зависит здесь, на олимпийских стройках. И поэтому, конечно, первый вопрос. Когда вы закончите благоустройство на курортном проспекте, прошу вас, ответьте. 1 сентября весь курортный проспект был завершен в части благоустройства. 2 сентября. Когда благоустройство в зоне гостеприимства? 15 сентября. Потому что основная масса там работа тоже завершена. Там проводятся переключения и параллельно завершается благоустройство. 15 сентября. Город это устраивает? Да. 15 сентября. Значит, на особый контроль в режиме ежедневного мониторинга всей ситуации работы компании «Энерго». Краевой штаб Александр Ткачев проводит каждый понедельник, сразу после объезда Сочи. Глава региона в преддверии Олимпиады лично контролирует, как выполняется его поручение. Персональную ответственность за соблюдение графиков по строительству объектов и благоустройству курорта несут руководители профильных министерств края и администрации Сочи, отметил губернатор.